Внешняя нагрузочная характеристика выпрямителя Под термином внешняя нагрузочная характеристика выпрямителя понимается зависимость напряжения на выходе выпрямителя функции от тока. Я рисую ноль, поставим вставляющие. Функция от тока, отдаваемого выпрямителем, при R-нагрузке изменяющимся. Поэтому нагрузочные характеристики. Внешняя, потому что у ноль и ноль это внешние параметры выходные выпрямителя. Ну и здесь опять давайте, можно опять рисовать каждую схему. Я не буду это делать. А вспоминаю, в теории электрических цепей была у вас теорема ТВНН ТВНН или теорема об эквивалентном генераторе, которая гласила о том, что любой двух... О, да, прежде всего, прежде чем теорему ТВНН применять, вот предположим, это будет выпрямитель. Вот здесь вот будет у ноль, и через R-нагрузки протекает и ноль, а R-нагрузки переменная. Но теорема об эквивалентном генераторе говорит о том, что любой двухполюсник... Любой двухполюсник можно представить в виде, ну вот, в таком вот, где есть источник АДС, ну и какое-то внутреннее сопротивление. Но любой двухполюсник, выпрямитель у нас, это не двухполюсник. Ну, правда, если я напряжение на входе буду поддерживать постоянно, вот как эксперимент делается, то здесь можно считать, что это идеальный источник тока. И поэтому можно к этому вот прийти. Ну, а если вас это не устраивает, ну тогда я говорю, так, ну давайте, вот это выпрямитель, потом будет какая-то линия, а потом вот здесь вот будет Ленинградская атомная электростанция. Ну, это я все потому, что вот это вот, вот это вот двухполюсник. Даже если мы там питаемся от сети, ну я говорю, ну вот я мысленно возьму вот такой вот и буду считать этот двухполюсник. Ну, это из области экзотики. На самом деле, конечно, напряжение на входе мы поддерживаем постоянным. Вот он можно считать вот законченный вот здесь. А потому вот этот двухполюсник, вот теорема об эквивалентном генераторе, я помню, там была вот теорема Тевенена, по-моему, вот так вот называлась, представлялась. А можно представить параллельное соединение внутреннего сопротивления и источника тока. Там это была теорема Нортона, насколько я помню. Вот, но я сейчас вспоминаю, что вот выпрямитель можно представить вот таким вот образом. И схема у нас будет вот такой вот, а это Эрнагрузки переменные. Вот здесь нам нужно зайти, вот напряжение вот это вот О0, а вот здесь вот ток протекающий через О0. Ну, задачка элементарная, я только решение найду вот таким вот образом, да, вот О0. Ну, вот здесь вот напишем лучше. Ну, очевидно, правда? Вот, и если изобразить графически эту зависимость, ну, будет очевидно, если ток равен нулю, холостой ход, а напряжение будет, ну, какое-то вот такое. Я здесь откладываю ЭДС. Ну, а затем по мере увеличения тока увеличивается падение напряжения. Да, ну, очевидно, да, здесь, потому что вот здесь так, и когда ток идет, то падение напряжения будет вот такое вот. Ну, я вот это написал, так сказать, очевидно отсюда. Вот, ну, с увеличением тока напряжение будет уменьшаться. Ну, и вот где-то здесь есть и 0 номинальное, ну, и какое-то напряжение. И в этой связи, так сказать, иногда говорят, ну, когда-то у меня, так сказать, здесь чего-то поворачивалось, значит, там покупал, ну, это еще, так сказать, в далеком возрасте там нужно было купить батарейки, вот эти плоские, знаете, видели сейчас еще там, где-то они бывают, там для карманного фонаря назывались, там где три штуки стоят. Вот такая задачка. Я прихожу в один магазин, вот эта батарейка, на ней написано там ЭДС 4,5 вольта. В другом магазине захожу, написано, значит, вот напряжение 3,7 вольта, а стоят одинаково. Вот вопрос, а какую покупать? Ну, не помню сейчас сколько там, 17 копеек или чего там было, что-то такое. Вот, но у меня тогда еще, так сказать, я уже умел читать и знал, что такое вольта там, да, вот это сообразил, но не хватило понять, что на одной было написано напряжение, а на другой было написано ЭДС 4,5. Так вот было написано, а ЭДС это напряжение холостого хода, ну, для таких источников. Поэтому вот ЭДС 4,5, а напряжение 3,7. Ну, почему, говорят, наша батарейка называлась для карманного фонаря, стандартная лампочка, так сказать, поэтому вот стандартная нагрузка вот здесь вот. Вот, ну, во всяком случае график будет вот такой вот. вот этот угол, ну, вот альфа, что такое? Ну, наверное, можно говорить о том, что тангенс альфа это и есть то самое внутреннее сопротивление. Ну, в общем-то, вроде бы и все, так. Ну, в общем-то, если бы было только это, я бы, наверное, об этом даже не говорил. А теперь вопрос-то о другом. Хорошо, это вот эквивалентная схема выпрямителя, ну, какого-то мы рисовали, а если там фильтр стоит, как пойдет характеристика? Ну, например, стоит индуктивный фильтр. Вообще-то это выпрямитель. И здесь... Ну... Пусть даже будет вот... Такая схема, простейшая. Что такое РИ? Давайте посмотрим. Ну, вот в этом выпрямителе, что входит в РИ, внутреннее сопротивление. Ну, наверное, это сопротивление вторичной обмотки трансформатора. Правда? Наверное, сопротивление первичной обмотки трансформатора. Р1, ну, оно пересчитанное сюда, значит, будет через квадрат коэффициента трансформации. Где Н, дубль В2, дубль В1. Ну, вроде бы и все. Да, и прошу прощения. Это сопротивление трансформаторов, и самое-то главное еще, сопротивление диода в прямом направлении. Правда? Ну, вот эти вот все, вот, так сказать, вот за счет этого с увеличением тока увеличивается падение напряжения на нем, ну и, так сказать, на нагрузке будет меньше. Давайте последовательно с нагрузкой. Последовательность нагрузка. Включая дроссель. То есть работа на индуктивную нагрузку. Ну, как пойдет характеристика? Вот опять, вот если здесь, так сказать, включить вот эту дроссель, ну, так, сопротивлением вот элементов уже перечисленным, значит, вот тогда нужно взять и вот здесь написать еще плюс сопротивление дросселя L1. Вот это вот мы так его обозначали. Ну, и тогда характеристика пойдет, ну, как-то вот так вот. Значит, ну, потом мы сноски, а потом сделаем здесь. Кстати, интересная вещь, вот здесь полезно посмотреть, ну, вот это вот в пределах, вот мы снимаем. Потом я сейчас нарисую при разных фильтрах, ямкостной, там, Г-образный, П-образный. Здесь пойдет вот то, что вы в лаборатории делали, куча, очень большое число всяких этих линий. Пойди разберись в них, как они идут. А я вас буду в лаборатории спрашивать, а почему вот это так идет? Ну, вот здесь почему так идет, ясно, потому что включил дроссель и на нем еще падает что-то. Но потом другой будет. И поэтому вот здесь удобно иногда, вот когда такая путанная ситуация, удобно расширить пределы анализа, которые мы проводим. Ну, вот здесь вот мы рассматриваем здесь. Я говорю, а давайте вот мысленно продолжим куда-то вот сюда, вот. И вот это будет ток, ну, короткого замыкания, потому что напряжение равно нулю. Я пунктиром эту кривую рисую, потому что, ну, не всякий источник позволяет такое с ним сделать, потому что должна сработать защита и отключиться все. Но мысленно-то можно сделать. Если индуктивность включил, значит, ну, как-то вот так вот пойдет. Вот этот ток короткого замыкания сдвинется сюда. Ясно, разобрались просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!